Исчезающие появляются живые аспиранты. Вот они приведены здесь, о которых тоже упоминал Герасим Матвеевич. Делая работа, она посвящена фермеологии. В общем, наука, которая возникла в 1954 году. Значит, начало ее относится к... Значит, связано с работой Ильи Михайловича Лившица и Эрборда Марковича Косеевича, которые рассчитали намагниченность металлов в случае производного закона дисперсии носителей заряда. Речь шла об осцилляциях. Значит, это эффект шоу не было. Приказу монархину. Он был предсказаном Ландалу еще в 1930 году, когда речь шла о немометизме Ландалу. И, значит, поскольку эта работа спонсирована была Капицей, что он ее выполнял в Кембридже, где он не успел, а Капицей занимался сельными магнитными полями. Вот он обнаружил лидерную зависимость от сопротивления. Причем это были, значит, огромные катушки, где было 300 тысяч эстетов в магнитное поле. И ему удавалось, значит, ну, конечно, это импульс не поляк. И вот в этой работе знаменитой, которая у Николаевна была, в Саи Шейшко, значит, вперед считаешь, как эффективный роман, потому что, оказывается, значит, измерительная система находилась от этих катушек на расстоянии 80 метров. Потому что, когда отключался тот, то, значит, там все так дрожало, и проводочки, и так далее. Ну, и потом, действительно, великий экспериментатор, значит, ему удавалось наблюдать сверхтонкие вещи. Ну, значит, фактически он работал при температуре жидкого кислорода, жидкого воздуха. Понятно, что, значит, динамика электрона проводилась в месте. Не могла ярко проявиться с действием магнитного поля. Ну, может быть, на поле чуть-чуть открыли орбитку, там, и он испытает спокойствие. Вот. И как раз, значит, а Капицу интересовало. Может, что же будет с сопротивлением, если, значит, на поле очень большое. И, значит, если внимательно читать статью одного, то он, в конце он пишет следующее, что, на самом деле, такие, значит, эффекты не наблюдаемы. Но, если так честно посчитать, значит, поскольку геомагнитизм считался, полагая, что реверсово вам предъявляет. Вот, конечно, какие-то столкновения. То, значит, возникнут осцилляции. Вот и все. То есть, значит, действительно. Так, ну, представь мне, да, с магнитным полем. Здесь там магнитный полет осцилляет. Ну, дело в том, что, значит, в этом же году был обнаружен эффект Шовникова дегаза, то есть осцилляции, сопротивления Вейсмута. Так, потому что, значит, твой длины были жидкие деньги. Поэтому они могли сделать, значит, эти меньшие магнитные поля более эффективными. То есть завернуться в одном пределе. Или кто-то мог несколько раз обернуться в магнитный поле. Вот. То есть, вот этот эссимизм одного оказался ошибочным. И, значит, когда был в гостях в институте, без проблем, Дэвид Шемберг, это его первый аспирант, это английский, только что он отдал ему этот Шевновичкин. Ну, и со временем, значит, он не мог публиковать. А ты ему отдал. Шемберг эту листочку немножко отдал. Рудольфу Павелса, который смешком немножечко подрабатывал над текстом. И вот осцилляционная зависимость на магничество было публиковано в приложении к статье. Ну, а фактически, кроме Шемберг еще Харьков и Луфти, мы, значит, активно занимались осцилляциями Венки и Лазаря. Ну, вот, значит, Илья Михайлович Лившинс и Авгон Маркович Косеевич, значит, они выполнили работу как раз шестьдесят лет назад, она опубликована в докладе «Дельницу». Значит, было рассчитано на магничество, на старых, значит, для производной зависимости энергии от импульса. В дальнейшем это направление, фактически, новое направление электронной теории металла, оно было названо формеологией. Поэтому это было очень модно в те годы. И вот, значит, мы с Илья Михайловичем смотрели на герономагнитные явления, а Юлия Эльич, с которым я познакомился в пятьдесят восемнадцатом году, значит, он занялся термоэлектрическими эффектами. Термоэлектрические эффекты, они были удобны для наблюдения осцилляции, потому что, значит, для осцилляции необходимо, чтобы расстояние между моторами до уровня было много меньше энергии фермы, с одной стороны, но много больше температурного развития фермерской функции осцилляции. Значит, много уровней получено в этот процесс. Ну вот. И поэтому ясно, что термоэлектрическое поле, оно, значит, содержит еще дифференцированный потенциал. Теперь ясно, что если подифференцировать очень быстро осцилляющую функцию, то тогда, большой частотой, то тогда появляется еще большой множитель. То есть выявляется целый порядок по параметру, значит, Пашу Мэри, расстояние между уровнями к энергии фермы. Вот. Ну, вот на самом деле мы как раз и подружились с Юрием Аркадьевичем в 58-м году, поскольку мы занимались этой фермерологией. Значит, я вот немножко расскажу, почему это важно. Значит, вот оставшиеся две работы, они действительно уникальны вот в каком отношении. Значит, ну, дело в том, что уже построены теории охватовых осцилляций, значит, для произвольного секундной инфекции. Но теперь состоит в том, что, значит, эти осцилляции, кроме температурного размытия, еще есть столкновения. И теперь совершенно ясно, что есть, значит, как раз столкновения уже в время жизни электронно в данном состоянии. То есть, фактически, уровни размытия. Немножко обмантовывания, уровни в данном состоянии. И, значит, как поступил Дингвул? Он просто руками ввел экспоненциальное затухание. То есть, что это значит? В программе про затухание, показатель экспоненции, это как раз есть, значит, обратная величина частоты обращения электрона, частоты электрона. Вот. Юрий Аркадьевич, значит, имел блестящее образование. Я не думаю, что он, ну, в ситуации всего результатов не мог остаться. Мы его подзабыли. Кстати, она не уходила даже в миниум, там была кинетика. И физическую кинетику надо было сдавать по, значит, там десяток пунктов было написано на бумаге. Потому что физическая кинетика еще не писала в то время. Вот. И, значит, дело в том, что действительно с Кобом занимался, с Кобом занимался. Речь шла о том, значит, как сочетать амплитуду рассеяния электронного примеса с сильным магнитным полем. Значит, его результат состоял в том, что он сильно влиял на энергию нулевых колебаний. Мы привыкли, что энергию по микконтролинаме, то есть n плюс половиночка h омега циклотронная. И вот, значит, то есть есть нулевые колебания по половинке h омега. Энергию для того, чтобы было. Потому что еще сэр Эдвард занимался влиянием магнитного поля на рассеяние электронного примеса. Но что касается работы Бачкова, то она в высшей степени безупречна, потому что вот этот фактор затухания по уровню вандау, он был точно вычислен. Поскольку он хорошо наделал методами, теоретика полевой методами, поскольку студировать было на высоком уровне инфротерей этой науки. Ну, я помню, вот в 56-ом году были две грандиозные конференции по физике высотки энергии, и, значит, тогда вот создавалась вот те этико-поревые методы для построения, даже представить, что, значит, теория элементарной частиц построить этими методами. То есть это была большая науча, и потом, когда наш, ну, если вот, что все так просто, то, значит, люди, которые владели этой великолепной техникой, они перешли в физику своего тела. То есть действительно получились прекрасные работы в Косово, и это было, да, кто это в Косово-Шинске вообще, действительно было. Ну, так вот, значит, он действительно... Что касается... Есть область, когда, допустим, длина проблок пробежи бесконечно, и эти осцилляции, значит, могут быть в небольших полях, то тогда, действительно, там, масса сложностей возникает. Ну, по крайней мере, в квазиклассическом приближении Юрий Акадьевич показал следующее. Да, действительно, есть экспоненциальное затухание, которое он, видно, руками писал. Вот, и, оказывается, значит, он отличается одним из тем, что показатели экспонента есть числены множеки порядка единых. Для физика и калитика это чрезвычайно важно, поскольку это есть точный результат. Ведь очень много работ есть такого сорта. Вот, я чувствую, что должно быть так. И рёт с песнями флаг. Руки и калитика. Значит, ну, как раз, вот, такие работы являются фундаментальными, где строго этот результат получен. Что касается, вот, манеры работы Юрия Акадьевича, то, значит, очень высоко ответственность за результаты. Вот, например, у него есть интересная работа, о, значит, проводимости неупорядоченной одномёрной системы. И, значит, действительно прекрасная работа. Ну, по-моему, СМФ опубликована. И, значит, я помню, мы тогда молоды были, и у меня Леонид Андреевич Пастур, это прекрасный физик-теоретик и математик Хайковец, он всё говорит, ну, почему Бачков не произнёс слово локализация? Потому что получалось там бесконечно, ну, чрезвычайно малая, значит, подвижность электронная. Но надо произнести, что, значит, он локализован. И это было то, работа для его МОТО. МОТО. То есть, фактически, это была бы не локализация МОТО, а локализация для ЧКО. Вот, то есть, это действительно, это был очень высокий профессионал. Что касается, значит, личности, то действительно, значит, это был бесконфликтный человек, значит, глубоко порядочный, доброжелательный. Значит, вот мы уже были с ним очень долгие годы, и я хожусь в этой дружбе. Он, кстати, значит, было время, когда я был, значит, без работы, и он был подружный, попросил Захарова взять меня на работу в институте общей языки в МОТО. Я несколько лет работал здесь, и я очень горжусь, что мне просто стоило сработать в таком замечательном институте как теоретический учитель. Ну, значит, я все-таки немножечко расскажу, что важно было в фермеологии. Значит, дело в том, что в старые долгое время было ездить после времени. Вот, считалось следующее, что да, действительно, в электронном периодическом потенциале, он проведен не такой, как свободные электроны, но всегда поступает в следующем. Значит, мы будем считать, что энергию, это из т квадрат, то есть квадрат, импульс, объявить на две массы. И вот, ну, эта масса не такая, как у вас электрон, а какая-то эффективная масса. И вот все, все влияние теоретического потенциала, значит, берет на себя эта эффективная масса. Ну, если магнитное поле слабенькое, то это ничего, годится. Но дело в том, что в сильных магнитных полях существенно и дальше зависит энергия от этой цифровых, она энергетическая, такую цель, не так, квадрат, а двое. И, значит, причем, вот если взять старую книгу Ганса Бетер и Эрнольдер Зонтхаймера, электронные черные металлы, то… Зоакю… 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 Не왕ю… А думаю, что это вблизи нижнего краю зоны и верхнего. А если чуть-чуть мы подходим от краю, то это заварки сложные поверхности. Во-первых, они открытые. Они переходят, значит, во всю, не каждое элементарное ячейко. Там, по шарику или по этому соль, или еще что то там замкнутое. Да, через всю, все обратное пространство кристаллическойナї conti . Но это не обладает внимания в то время. Ну, а через то, что эксперимент говорит, что да, действительно чрезвычайно сложный, видимо сложный. Вот, значит, я покажу. Ага. Отвертился. Ну вот, например, поверхность циферной линии гофрированного синистра. Она проходит через все импульсное пространство. Вот, обратите внимание, значит, горы. Вот орбита в магнитном поле, магнитное поле H, видите, она замкнутая, но она сильнее, чем она вытянутая, если это окей. Магнитное поле почти перпендикулярно осисти. Ну, и теперь посмотрите, пожалуйста, скорость этой градиент повешенности изоэнергетической. И, следовательно, видно, что вдоль оси цилида знак скорости меняется. И он в новый раз поменялся. И основной склад будет вносить. Хорошо. Значит, вот точки стациональной фазы, вот одна, и вот вторая. Да. Ну, и, в общем, получается, значит, эта средняя скорость будет именно отривляться, вот, вот эти небольшие, вот эти скелетные получения. Ну, значит, это мы знали прекрасно, но в трехмерном случае все это заинтегрируется, а потом это дело выстроило в двумерном, в квази-думерном случае. Там, значит, орбиты почти все одинаковые, чуть-чуть отличаются. И это вот наблюдалось в черноголовке, в лаборатории с черной. Вот такой ассоциационный эффект, в зависимости от наклона на бедное поле. Ну, что касается те времена, значит, особенно нравилась эта капица, поскольку, вот обратите внимание, если это проволочка, а образцы, в принципе, поликристаллические у капицы, то что произойдет, если мы произведем усреднение? Вот, оказывается, когда вот этот угол, то есть, почти, значит, когда ты проволоку, это, значит, магнитное поле почти перпендикулярное, а все цилиндры, то сопротивление квадратично растет с магнитным полем. А если мы чуть-чуть отойдем, то, значит, оно спадает, и оно положено в странице к насыщению. Ну, вот видно, что, значит, вот это гамма-ноль, это параметр силы магнитного поля, он на энциклатрона, это его частота обращения, та у время свободного пройдена. И, значит, в этом случае мы видим, что чем меньше гамма-ноль, тем острее этот максимум, и эта ширина порядка единицы на h. А теперь давайте усреднение, что мы повышаем h квадрат, если у нас получается гамма-ноль в зависимости от магнитного поля. Ну, конечно, таких поверхностей металла не оказалось, потому что вот Алексеевский, Райдуков, они, значит, это был целый кордеев, много-много металлов были исследованы. Я приезжал сюда, я занимался теоретической обработкой, экспериментальным результатом, и приезжал к раз-два лица, несу общий с проблемой. И, значит, я помню, что такой поверхности мы не нашли. Ну, значит, были более сложные поверхности. И вот я покажу вам вот поверхность Ферни, которую нарисовал Чемберс. Она нарисована вот в книге этого самого Зайна. Значит, вот такого сорта, значит, вот эти вот шары, соединенные перемычками по пространственной диагонали. Значит, вот такова поверхность Ферни, оказывается, всех благовольных металлов. Медь, золото, серебро. То есть, он сочетает медь тоже благовольным металлом, потому что поверхность Ферни и медь. Все зависит от ширины трубок, соединяющих эти шары, значит. А вот теперь посмотрите, что будет рассчитано. Например, в зависимости от того, как направлен электрический ток и диаграмма вращения. Мы вращаем магнитное поле к перпендикулярному току. Вот видите, вот эти уши Зайщи появляются. И чем больше поле, то тем эти уши больше растут. Значит, вот это все наблюдалось экспериментально. То есть, а Ф квадратного дворяда не может быть речи. Дело в том, что это кубическая симметрия. Если нет магнитного поля, тогда электрон вспомнить, что все главные оси, главные значения терзора коллективопроводности или сопротивления все равно, они одинаковые. Это означает, что пол мы не затратили. Но стоит включить магнитное поле. Сейчас у нас сами затраты. И таким образом начнется. Как раз первая работа была посвящена анализу не только магнитных эффектов, а термоэлектрических эффектов. Это сопротивление или магнитное сопротивление? Это сопротивление. Без магнитного поля? Нет, это с магнитным. Магнитный сопротивление? С магнитным. Сигма и шесть, да? Да. Вот. Потом следующее увлечение. Значит, Николай Евгеньевич любил, чтобы теоретики активно занимались тем, что он хочет измерять. И, значит, и вот он увлек магнитным пробоем. Ну, дело в том, что, значит, когда я приехал в Москву, он и думал, сейчас сколько интересных вещей магнитных пробоем и так далее. И он тоже собирался этим заниматься. Ну, поскольку Харьков-Слуцкий там активно насел, и тогда Алексей же оставил такой ревю, и, значит, они со Слуцким даже обзор написали, в том, что они там пробоем опубликовали. Ну, все-таки душа в пробоем у него была, и он выполнил несколько работ уже по электрическому пробоем. Вот. И поэтому я, значит, действительно, начал память Юры рассказать о магнитном пробоем. Вот в случае, ну, хватит в уменных пробоем. Значит, ну, тут стоит записано вот что. Вот мы берем производный закон дисперсии, значит, в виде быстро сходящегося ряда. Вот энергия. Раскладывается вот в такой е. В результате оказывается, что, значит, произвольный закон дисперсии уже видно, что, значит, при существенных больших наклонах, когда танк констерта, ну, до большей идеи, в этой единицы, вот видна ассилляционная зависимость. И, значит, и вот мы можем определить диаметр поверхности фермы, вот с помощью вот таких способов. То есть, оказывается, что в двумерных, в фазе двумерных проводника, значит, можно получить некие тонкие метали спектры. Ну, то, что там все поверхности фермы открыты, то само собой разумеется. Вот, и вот, значит, это как раз диаметр вот этого цели. Ну, на самом деле, оказалось, эксперимент говорит, что они более сложные в поверхности, и даже есть целый класс веществ, где поверхности много связаны. Ну, вот рассматривается пример, когда одна поверхность представляет собой, значит, слабо гаврированных цилиндров, а вторая – это две гаврированные плоскости. Вот, и теперь ситуация такая, что если вот маленькое вот давление приводит, то действительно происходит информация спектра, и они могут сблизиться. Вот в точках А и В, они очень близки друг к другу. При этом, значит, возникает, они могут, значит, переходить с одного места в другую. Ну, и в этом случае, значит, вот давайте рассмотрим случай, когда, ну, там гаврированных цилиндров все-таки много больше, и вот видно, что, значит, имеются две точки стационарной фазы. Это сечение, значит, цилиндра, а это сечение приемной плоскости. Вот эти две точечки здесь. Значит, если бы не было магнитного пробоя, то было бы два, две серии осцилляций, по периоду которых можно определить диаметром. Вот. 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 Ну, а в данном случае вот мы будем полагать, что, значит, имеется спектр с электроном, значит, ну, скажем, это единица, это от первого цилиндра, а два – это от первой плоскости. Ну, теперь, если есть две группы носителей, зарядочных, то тогда ток надо отсуммировать. Каждая группа вносит в свой клап. И вот этот Фи один и еще два – это фактически есть энергия, приобретаемая зарядом в электрическом поле, в кемберского электрона. Ну, скобочки – это усоединение по проекту с цифрой. Ну, и теперь ситуация такая. Вот. Вот фактически записана эта величина. То, что они преодолели под действием цилиндрического поля. И дальше. Значит. Ну, вот происходит, что акт переброса с одной лица к другой, с вероятностью W, значит, в различные моменты времени, ляда J. Значит, W – это значит, что он переходит на другой низ, а 1 – W – W – W. Ну вот, можно записать эти два образца. Теперь дальше, значит, да, будем считать, что эти орбиты периодически, слава Богу, это легко записать. И вот мы видим следующее. По крайней мере, между двумя актами магнитного пробоя, он, конечно, не изменивает смысл. Первое слагаемое, которое он приобрел на этом пути, а это его все прошлое, что он приобрел на этом пути. Вот, поэтому, значит, вот юрт минус – это минус 0 – это перед магнитным пробоем, а юрт плюс 0 – после магнитного пробоя. И вот мы возвращаемся в прошлое. Мы хотим, значит, изначально пойти в прошлое. И это можно, значит, легко решить эту систему уровня. Значит, тут важно следующее, что если движение периодически, то энергию, приобретаемая на таком шаге между этими столкновениями, она одинаково в денежке. И вот она обозначена буквочкой пары. Теперь, вот, давайте рассмотрим два случая, когда, думаю, вам, много меньше 1. То это, значит, я тут, вот, да? Видно? Значит, то есть, фактически, уже он не возвращается на прежний лист, то есть происходит этот акт. И вот это легко считается. Значит, вот Т1 и Т2 – это периоды движения магнитного пробоя. И вот, значит, магнитного пробоя, гамма-1 – это, как видите, сильно магнитного пробоя. Это отношение периода и времени свободного пробоя. Ну, дальше, вот, оказывается следующее, что, значит, если математическое ожидание магнитного пробоя порядка 1 или больше, то тогда можно, значит, решить эту задачу, значит, наоборот, когда магнитный пробой, значит, немалая величина. И вот, получается, посмотрите, вот результат, который, оказывается, очень похож на тот, который мы получили, значит, в случае малых, кто бы любил. Ну, вот в результате, значит, можно будет теперь сочетать вот с 7-ю цель, это лицефорованный суток в нормальных слоях. Вот, значит, вот видно, здесь имеется, вот, ой, сладкий, примерно. Ну, и, короче говоря, можно определить расстояние между слоями, то есть, вот здесь определить расстояние между слоями. Ну, спасибо, спасибо, ребята. Ну, лучше. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, это все выходит цветовый хотим. Н våra цены. Есть все как бы делать. Где. Не 20 стены, 258-20. где. Вот в. ue, назван то смеюсь. Продолжение следует...